Казанский Кремль Такое название она получила благодаря близости к церкви Спаса. Основание башни состоит из белокаменных блоков, верхние ярусы – из кирпичей. Какое-то время в башне функционировал надвратный храм. Как и во многих башнях Кремлей, скажем так, в России, то есть над главными прорезинными воротами в Кремль, как правило, располагался храм. То есть это надвратный храм называется. На судьбу Спасской башни повлияли значимые исторические личности. Так, своим появлением она обязана Ивану Грозному. После покорения Казани, по его указу, в инфраструктуре Кремля начались изменения – возведения новых построек. Ну а во время штурма Казанского Кремля войском Емельяна Пугачева верхние ярусы башни были уничтожены пушечными ядрами. С течением времени также изменился вход в Кремль через башню. Изначально проезд был коленчатый, в форме буквы «Г». Это было предусмотрено в стратегических целях. Сейчас же проезд через башню прямой. Внутри установлена металлическая решетка, имитирующая ту, которая раньше опускалась на ночь. Когда мы в башню заходим, справа и слева мы видим такие пещерки. Типа печоры они называются. Раньше они были заставлены ладьками. Сегодня мы можем увидеть и декор интересный, кирпичный вскрылся. После штурма Казанского Кремля Емельяном Пугачевым храм, расположенный внутри Спасской башни, долгое время не функционировал. Богослужение в нем было прекращено вплоть до приезда Николая Первого. Ну а ближе к революции храм здесь и вовсе прекратил свое существование. Ну а стена рядом с башней была перестроена в здание. Слева полностью был достроен еще такой двухэтажный кирпичный объем, который был сделан вместо кирпичной стены в Кремле. То есть это единственное место в Казанском Кремле, где стена, ну и она еще до революции, была перестроена в здание. То есть там есть еще отдельный вход в здание с Кремля, то есть Кремль может зайти через четыре проездных ворот и еще отдельный вход. Эксперты отмечают, что здания Кремля белые в целях сохранения построек. Известковое покрытие сохраняет кирпичи и каменные блоки. На сегодняшний день Казанский Кремль является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и культурного наследия России федерального значения. Сейчас здесь располагается официальная резиденция главы Республики Татарстан. Маргарита Михайлова, Андрей Багаудинов, Универньюз.